Все козлятой любят петь. Испытания для почти 500 конкурсантов начались с традиционной жеребьевки и знакомства с жюри, председателем которого был доцент Российской Академии Музыки имени Гнесина Алексей Малый. На следующий день состоялся сам конкурс, в котором нужно было исполнить три произведения. Из них одно произведение это русская или зарубежная классика, обязательно было исполнение русской народной песни и обязательно было исполнение произведения акапелла. Именно по этим критериям жюри оценивало уровень выступления каждого коллектива. Котлас на конкурсе представляли три хора и шесть ансамблей. По оценке жюри во многом благодаря профессиональному мастерству и опыту преподавателей Гаммы наши коллективы заняли рекордное количество призовых мест – четыре первых и три вторых. А мы будем делать так же, как и ты! В младшей группе хоровой коллектив «Светлячок» занял второе место руководитель Соснина Светлана Николаевна. В средней группе первое место занял хор «Экспромт» руководитель Кривошапкина Татьяна Руслановна. И в старшей группе хоровой коллектив «Радость» занял тоже первое место руководитель Шкаричи Ольги Николаевны. В номинации «Вокальные ансамбли» школа искусств «Гамма» очень достойно представила как раз наш Котлас, поскольку лауреатом второй степени явился вокальный ансамбль под руководством Татьяны Руслановны Кривошапкиной «Вдохновение». Лауреатом первой степени в старшей возрастной группе вокальный ансамбль под руководством Ольги Николаевны Шкаричевой «Забаба» – лауреат первой степени. И единственный вокальный ансамбль мальчиков «Жаворонок», который основался в этом году и уже явился лауреатом первой степени вот этого регионального конкурса. Воспитанники преподавателей хорового искусства музыкальной школы поселка Вычегодский Ольги Егоровой и Елены Черных увезли с собой шесть дипломов. Среди них одно первое место, три вторых и два третьих.